Девушки отдыхают 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 Со стороны, если я не ошибаюсь, все-таки семейные клиники, где верес, да, то есть это то, что по диагонали от Макси получается. Все верно, да. То есть там есть какой-то водоем, правильно? Там река Люльченко. Там протекает река Люльченко, да. Зрелище это было очень печальное, то есть там все заросло кустарником, вот этими несортовыми деревьями. То есть там, по сути, была болотина, которая заросла, заросли были, ну, высотой метра, наверное, 3-4, то есть оно заслоняло все, там было очень темно, не солнечно, естественно, там тусовались всякие неблагонадежные ребята, да, которые там распивали, тут же это все оставляли, какие-то покрышки, ну, то есть мы, я не знаю, сколько мы оттуда грузовиков мусора увезли, да, ну, то есть мы сами выходили и своими силами, несколько у нас было субботников, когда мы сами своими руками там врубали деревья, убирали мусор, ну, и делаем это там практически каждые выходные. Так, это вы вот в этом году все начали делать, я правильно понимаю? Да, конечно. Да, а почему выбрали именно этот участок? Ну, то есть именно вот эта территория, кто? Там много жилых домов, там какой-то дефицит. А вот как раз, да, Евгений, он предложил этот проект в лидерской программе, да, как-то у вас называется. А вы живете, небось, где-нибудь по соседству, нет? Да нет, на самом деле идея именно этого проекта, она родилась достаточно спонтанно, и, скажем, просто различные мнения предлагались. Одно из мнений было связано с водой, как создание неких фонтанов. Но так как фонтанная тема такая достаточно избитая в Кире, и по большому счету уже много кто-то делает, было решено обратить внимание на речку, потому что, ну, во многих городах река является таким приоритетным объектом, который является притягательным местом для прогулок, для какого-то акцентрирования, как очень интересный элемент городского такого дизайна. И в нашем городе, кажется, речка Люченко, она практически пересекает весь город. И практически везде она запущенная. Да, благоустроенных участков этой реки практически нет вообще на всем ее протяжении. И вот эта идея, она так отсюда и родилась, посмотреть на эту речку, попробовать инициировать вообще начало движения с какого-то небольшого участка, чтобы в будущем, наверное, подойти к тому, чтобы сделать такой, скажем, масштабный, большой проект, обратить внимание властей, может быть, с каким-то участием уже совершенно другого капитала, на федеральное финансирование выйти. Ну, пока вот все работы, которые делаются, я правильно понимаю, они делаются за счет тех средств, которые привлекают участники. То есть вы ищете неравнодушных там гаражан, неравнодушный бизнес, готовый помочь, может быть, не всегда деньгами, но там техникой строительной, материалами какими-то строительными. То есть вы привлекаете их к проекту, и это делается вот так, да? Да, вы все верно говорите. Действительно, все деньги, которые вложены в этот проект, это деньги, которые дали люди, бизнес, просто какие-то неравнодушные организации. И действительно, кто-то вкладывает деньги, кто-то предоставляет строительную технику, кто-то материалы. То есть, ну, вот таким образом собрано уже там более миллиона семьсот тысяч рублей. И я правильно понимаю, проект вы развили на несколько этапов, то есть вот этим летом будет сделана какая-то часть работ, а дальше вы думаете то, о чем говорит Евгений, возможно, там уже сделанное показать, как пример, и сказать, что мы хотим сделать еще вот это, вот это и вот это, и включиться в какие-то программы, там городские программы по благоустройству, по ПМИ, если останется по ПМИ у нас вообще в регионе, да? Да, с этим большим вопросом. А федеральные какие-то проекты. И попробовать еще там получить дополнительное финансирование, чтобы сделать еще больше, еще лучше. Да, все верно. Реализация проекта разделена условно на семь этапов. Вот. И сейчас мы занимаемся первым и вторым этапом. То есть это обустройство входной группы, вот этого пешеходного моста и, ну, там, пешеходной зоны, в общем, для того, чтобы можно было насквозь проходить этот парк. И расчистка водоема, как я понимаю. Да, это входит в первый и второй этап как раз, то есть расчистка водоема, да. На самом деле по расчистке водоема мы немножко вперед забежали, то есть мы расчистили его сразу же, раз приехала спецтехника, на самом деле он уже там практически до четвертого этапа расчищен. То есть мы немножко вперед забежали. А насколько вообще длинный кусок расчищали? Потому что обычно вот когда заходит речь там даже с Минэкологией, да, по поводу благоустройства каких-то территорий вдоль рек, всегда все утыкается вот в расчистку, в берегу укрепительные работы, что все это дорого, на это нужны там миллион тысяч экспертиз каких-то. То есть а тут получается вы просто пригнали экскаватор, все быстренько сделали. Нет, экспертизи-то были, как я понимаю. Да, конечно, и вот сейчас Евгений ответит. Да, ну на самом деле протяженность данного участка, который делается на этом этапе, порядка 200 метров. Расчищенность сейчас чуть более 100, 100 с небольшим. Действительно, вы совершенно правильно отметили, это требует очень больших денег, если это все делать с таким прямо основательным подходом и навека. Мы выполнили, хотя бы действительно расчистили, углубили. Это первый шаг. В идеале, конечно, можно двигаться здесь, нет предела совершенно. Насколько это правда дорого? Ну, то есть вот если, например, в дальнейшем собирать деньги, привлекать какие-то средства, то есть и больше 200 метров уходить. Давайте, знаете, как я отвечу. Пока что на все, что сделано там, потрачено 120 тысяч рублей на все. Это вот вырубка деревьев, углубление руслой реки и так далее. 120 это вы считаете не только живыми деньгами, но вместе с техникой, и с материалами, с стройматериалами. Ну, стройматериалов там еще, по сути, ничего еще не сделано, постройки по самой, только подготовка сделана. Знаете, как получается, что когда это делают люди, которые сами вовлечены в то, чтобы это сделать дешево и хорошо, то как-то денег-то уходит в десятки раз меньше, нежели это бы делал город, либо какие-то суперправильные строительные организации. Хотя, то есть, сделано все у нас на хорошем уровне, и проверяющие органы могут в этом убедиться. А приезжали проверяющие органы? Они были до. На старте? На старте, да. Да, Анастасия, а давайте вот к вам, как к человеку, который за деньги отвечает вопрос, да? 120 тысяч, говорит Лев, было потрачено. А сейчас собрано сколько? То есть, для того, чтобы продолжать работы, я так понимаю, что все равно какой-то запас нужен средствам, правильно? Да, сейчас собрано порядка 1 миллион 700 тысяч рублей. Общий проект у нас выходит примерно миллионов 8. Ну, мы так рассчитывали. Вот, то есть, из этих миллионов 700 сейчас 120 тысяч уже пущено в работу. То есть, ну, как вот Лев озвучил, оплата рабочих, строительной техники. 8 миллионов – это все этапы или это только вот то, что сейчас? Все, все. Это все этапы под ключ. То есть, это вот уже прям суперкрутой парк будет. Со спортивной площадкой, с детской площадкой, с хорошими газонами, со сценой и так далее. Через сколько лет? Ух, сказать сложно. Зависит от сбора. Ну, вы смотрите, вот этих вот миллионов 700, вот сейчас их по оценкам, на сколько хватит? На первых два этапа однозначно. Ну, и, возможно, еще, знаете как, очень много подготовительной работы. То есть, подготовив сейчас, скажем так, почву, нам потом на реализацию дальнейших этапов нужно будет значительно меньше суммы. Меньше времени и меньше денег. Меньше денег, да. То есть, сейчас, это знаете как, ну, строительство дома начинается с фундамента. Ну, понятно. Вот то же самое мы делаем сейчас. Да, стоящие работы идут на первом этапе, а дальше идет уже, ну, не хочется сказать декоративные, да, но, тем не менее, благоустройство какое-то идет. Менее затратные по времени и по финансам. Да, по сути, да. А сейчас вот самое большое вложение, они идут сейчас, хотя их, ну, как бы не особо видно. Пока что просто, ну, вроде трактор ездит, там, что такого, да. Да, на самом деле, даже то, чтобы деревья утилизировать, да, то есть, их важно не просто спилить, да, там, кучи веток лежали в три раза больше меня ростом. То есть, их надо было на месте утилизировать, пригнать специальную технику, которая их в щепу перемалывает и так далее, и так далее. Большая ли у вас команда? Весь город наша команда. Ну, а, кстати, вот смотрите, привлекаетели к работе жильцов вот близлежащих домов? Они были вообще там на территории, заходили, интересовались, что здесь происходит? Вы знаете, с ними ведется работа, и перед началом реализации проекта мы даже проводили с ними встречи и разговаривали, да. Их мнение было учтено, хотя, ну, знаете, в нашем деле не всегда даже, я думаю, что не всегда они способствуют, потому что у каждого жильца есть мнение, что дорожка должна проходить вот здесь, а вот никак не здесь. А там были какие-то тропиночки готовые, по которым можно уже проложить дорожки? Да, и мы, конечно, при благоустройстве, при выкладывании дорожек, естественно, будем ориентироваться на то, где людям удобно ходить. Готовы ли они как-то финансово, да, участвовать? Или, возможно, уже кто-то вот пришел, посмотрел, вот куда вот я готов вложить какие-то средства. Да, да, вкладывали. Местные жители именно из близлежащих домов. А не было такого, что кто-то пришел и спрашивал, вы тут дом собираетесь строить? Нет, все знают, что парк, да. Все знают, что будет парк. Да, ну, нам о таком неизвестно, в общем. Субботники какие-то вы проводите или пока еще преждевременные? Проводим, да. На самом деле мы такие, мы субботники начали проводить еще в режиме карантина. Как это? Вот так вот. Свои группы. Свои группы, да. На социально безопасном расстоянии? Конечно, да, соблюдая все предписанные нормы, да, там маски, перчатки, социальная дистанция и прочее. Тем не менее, мы выходили и прибирали территорию. Вот. И сейчас стараемся, ну, каждые выходные все-таки проводить субботник. Вот в эти прошедшие выходные тоже был субботник. Там было порядка, по-моему, 12 человек. Это вот как раз из нашей команды, да. То есть, ну, мы собрали такую внушительную кучу мусора. Наверное, мешков 15 мы собрали мусора. Больше, да. А вы местных жителей как привлекаете? То есть, у вас, ну, вот страничка общественного проекта, я видела ВКонтакте, есть. Есть, наверное, те люди, которые подписаны на нее, они видят ваши новости. Но все-таки большинство-то жителей близлежащих домов, наверное, не в курсе вот о ваших субботниках. Вы, может быть, информируете как-то объявлениями на подъездах, нет? Или пока нет в этом необходимости? Нет, мы, да, пока не информируем. Необходимость есть все-таки в участии в плане сбора денег. Денег, да. Потому что, когда будут деньги, то есть, убрать мусор – это, ну, не проблема. Уборка мусора – это, знаете, больше такое тимбилдинг такое и полезное занятие, которое нас еще и объединяет. А как выстраиваете работу с органами власти, да? То есть, вот та проверка или, я не знаю, там, как правильно это назвать, то есть, осмотр, да, территория. То есть, есть у вас какие-то обязательства, да, что вы должны по итогу, то есть, что вы можете делать, что вы не можете? Ну, сейчас на этот вопрос ответить Евгений, да, потому что он у нас занимался изначально документами, ну, знаете, взял на себя вот этот фронт работ, который такой очень… Насколько это вообще вся вот эта бюрократия, да? Бюрократически, да, там, все эти то по съемке, все это было? Жень, расскажи. На самом деле, чтобы привести это все в соответствии с необходимой документацией, с законодательством, да, в настоящее время делаться профессиональным архитектором, с нами работает Александр Головизнин, это большой специалист в области проектирования таких общественных пространств, как раз. Поэтому мы делаем нормальную профессиональную проектную документацию, чтобы пройти все необходимые согласования со всеми инстанциями, со всеми пересекающимися интересами организаций, да, там, КТК, там… Ну, понятно, ресурсы, эти все… Да, да, все, чтобы ресурсы, освобожающие организацию, у кого проходят какие-то коммуникации в этом месте, чтобы все это было необходимое с работой, согласованной, и уже этот проект будет представлен в администрацию, как та документация, которая будет позволять вести эти работы в соответствии со всеми требованиями, да. В настоящий момент работы по уборке, по вырубке всех вот этих несортовых деревьев, кустарников нами также были согласованы управление дорожно-парковой инфраструктуры, вот, в администрации Октябрьского района, кому эта территория в настоящий момент принадлежит. Поэтому, в принципе, все взаимодействие с органами управления, с органами власти, она с нами постоянно в режиме онлайн происходит, мы с ними постоянно... Нет каких-то, да, проволочек, то есть все вовремя реагируют, там ресурсники, кому сети принадлежат. Очень нормально, положительно, позитивно у всех настроение в этом вопросе, все видят необходимость производства таких работ, инициатива, в принципе, наша инициатива, она поддерживается. Ну, просто знаю, что очень многие, кто хотел бы там что-то создать, у них очень часто утыкаются вот эти вот все бюрократические проволочки, не хотят люди связываться, потому что, когда я там однажды решил посадить дерево во дворе, мне пришлось поставить в известность там одних десятых пят там электриков, еще кого-то, ну, то есть, представляю, что стоит там сделать вот этот парк, да. Всех вот этих специалистов вы привлекали тоже за счет собранных средств или был какой-то, не знаю, там стартовый капитал, на который начали? Специалистов имеют в виду тех, которые сейчас работают профессионально в создании проекта. Да, в создании проекта уже это работа, которая действительно делается на какой-то коммерческой основе. А, естественно, стартовая документация, которая нам была необходима, чтобы познакомить людей с этим проектом, это все делалось как инициатива этих же людей. То есть, эти же люди, это же архитектор и дизайнер, у нас же с нами работала изначально Валентина Гаврилова, которая нам помогала создать концепцию этого парка. Они все работали на таком общественном начале, то есть, это было такое же вовлечение людей в идею благоустроенной территории, чтобы получить в центре города еще один такой замечательный участок. Ну, да, по сути, это был их вклад в этот общественный проект, таким образом, своими знаниями, своей работой. А, то есть, вы как-то все знакомы между собой были или бросили клич? Мы познакомились в источнике успеха. Понятно. Понятно. Я, насколько понимаю, сейчас вот тот этап, когда вам необходимы как раз строительные материалы, если можно говорить и называть песок там и грунт, который вы, как пишите у себя на страничке ВКонтакте, примите с благодарностью. Да. Стройматериалами. Вы уже пытались какие-то искать, я не знаю, там, выходы на компании, которые у нас этот песок возят, предоставляют, получили ли какой-то от них ответ? И вообще вот эта история, это вы благотворительно принимаете вот эти материалы или вы готовы там оплачивать? Ну, смотрите, в общем, история такая, как мы это все дело ищем, да? То есть, у нас есть, ну, вот, группа людей инициативных, да, которая сейчас занимается этим проектом. То есть, это люди, которые сейчас проходят программу в источнике успеха. То есть, сейчас проектом занимаются сразу же две программы, как бы две группы, мы между собой взаимодействуем. Как ищутся материалы? То есть, мы решаем, так, ребят, нам нужно 50 тонн песка, давайте, ну, начинаем искать. И все начинают искать, где можно взять песок. Самый первый вариант, который на ум приходит купить. Конечно. Попросить, почему? Купить, при этом, возможно, кто-то захочет быть вкладом в этот общественный проект, да. Таким способом. И, да, оставив свой след, просто предоставив 50 тонн песка, потом он может... То есть, если есть предприниматель, у которого есть песок или грунт, и он думает, что бы мне сделать такое хорошее для своего города. И тут мы ему даем возможность быть вкладом в какое-то большое общее дело, и он потом, прогуливаясь по этому парку со своими детьми, скажет, вот, дети, я вот этот парк тоже помогал строить. А где-то вообще отмечаете, ну, возможно, в группе, да, людей, там, организации, кто-то примет участие? В группе каждый раз мы выкладываем благодарности с указанием тех, кто предоставил. Вот сейчас мы ищем 50 тонн песка, так что, если среди наших слушателей есть люди, владеющие карьерами и песком, мы с радостью примем для как раз укрепления вот береговой линии, сейчас нужен песок. 50 тонн. Дальнейший ход работ после того, как вы укрепите береговую линию, после того, как вот, ну, будет подготовлена территория к благоустройству, что планируется делать, и успеете ли вы что-то помимо вот этой подготовки всей большой сделать в этом году? Да, в этом году планируется все-таки установка моста, вот этого пешеходного, да, и дорожек. То есть это вот первый и второй этап, у нас тут, к сожалению, радиослушателям не видно, но у нас есть с собой проект. Но на страничке ВКонтакте это все можно посмотреть. Да, да, страница ВКонтакте уткинг парк 43, то есть очень легко можно найти и посмотреть и документацию, и как это будет выглядеть, да, то есть визуализация там сделана, то есть и там есть картинка, где описаны этапы строительства проекта. То есть первый, второй и третий этап – это вот как раз организация входной группы, устройства газона, дорожек, ну, и отсюда, естественно, вытекает, что подготовительные этапы – это как раз укрепление береговой линии и так далее. Вообще, когда работали над проектом, брали ли за основу другие какие-то работающие проекты, возможно, что-то видели, чем-то вдохновлялись? Ну, дизайнер и проектировщик, они, естественно, обращались к опыту других городов и смотрели там и зарубежный опыт, обращались к ребятам, которые в Кирове занимаются обустройством рек. Рек, ну, не река, там, парков, общественных пространств, и они сейчас тоже делают там… Солнечная, Люльченко, Костик Рубанев, да, Натали Курбатым. Да, мы с ними вместе обсуждали в том числе и этот проект, потому что мы с ними пересекаемся уже не по первому проекту. А насколько, кстати, вот, да, вот с Солнечной Люльченко вообще вот проекты пересекаются или не возникло ли там на каком-нибудь этапе сделать какое-то, я не знаю, там, что-то сквозное, ну, то есть, чтобы они как-то между собой перекликались и было понятно, что это… Нет, понятно, что они далеко от друга, но, то есть, ты побывал там и здесь, но нашел какое-то общее ядро, я не знаю, что… Дай бог, мы когда-нибудь их соединим. И это, конечно, ну, вот, это было бы очень круто и полезно бы для города. Ну, об этом все, конечно, говорят о том, что Малые реки в Кирове находятся в состоянии ужасающем, при этом это действительно, Евгений это говорил, да, это большой ресурс во всех цивилизованных городах, особенно больших городах. Наличие водоема рядом с, там, с твоим местом проживания – это дополнительный плюсик к стоимости квартиры всегда. Конечно, река – это, ну, всегда такая зона притяжения. И, вы знаете, вот, даже сейчас я проезжаю там частенько по-московской, вы знаете, ну, вот, прям совершенно другой вид, даже просто после того, как мы все вырубили, вот там, все эти заросли откровенные, да, столько пространства там появилось. Оказывается, там много места. И когда стало видно реку, когда сейчас ее еще раз чистили, там сейчас не очень красиво. Кто-то, возможно, вообще впервые ее там увидел. Да, кто-то вообще понял, что это не ручей, а вообще-то это река нормальная, да, то есть кто-то, может, думал, что это, не знаю, канализация течет по улице. Ну, потому что там был такой вид, вот. И сейчас, говорю, ну, там, естественно, вот этот ил весь пока лежит на берегу, да, который важно засыпать песком. Ну, теперь это похоже на реку. То есть если раньше это была какая-то болотина, из которой росли ветки, то сейчас это похоже на реку. И очень классное большое пространство, прям много свежего воздуха. И вот прям еду, ну, я каждый раз радуюсь, что, оказывается, вот даже просто убрав кустарник, можно уже преобразить вот территорию. Просто прибравшись. А подсчитывали ли как-то, сколько вообще людей там потенциально могут отдыхать? Потому что, понятно, это не набережная, да, не какое-то там место притяжения всех горожан, но, тем не менее, то есть люди, которые там живут, они наверняка будут там отдыхать. Вот этих людей сколько? Честно, не просчитывали. Нет, ну, я могу сказать, что примерно посчитав количество домов, которые находятся вот прямо буквально в нескольких там десятках, сотнях. Ну, да, просто на другой стороне улиц Ердикова. Я посчитал, что примерно порядка 6 тысяч человек получалось. Ну, имеется в виду, будут иметь доступ к этому пространству, да. А сколько одновременно там будет находиться, ну, то есть мы, естественно, не рассчитывали. 6 тысяч человек одновременно. Ну, смотрите, вы говорите о том, что Ил будет засыпаться песком, да, для укрепления берега. То есть, фактически, там даже такая, ну, немножко пляжная, что ли, зона появится. Ну, нет, пляжные зоны там не предусмотрены. Не совсем, ну, нет, я не имею в виду для купания. Нет, нет, пляжные зоны там не будет, то есть песок, он, это такая техническая часть. Ну, как, допустим, песок используется в бетоне, да, то есть... А, всё, понятно. Давайте я предлагаю просто прерваться нам на рекламу, а потом попробуем словами всё же описать, что там будет, да. Продолжаем дневной разворот. Пообещали мы перед перерывом о том, что расскажем, как всё же будет выглядеть Уткин парк, это территория, то есть что там планируете вы сделать, потому что Таня всё восхищается там рендерами, картинками вашими. Картинки прекрасные, они есть ВКонтакте на страничке проекта Уткин парк. Вы ищите либо общественный проект Уткин парк, либо Уткин парк 43, да, можно найти, ну, достаточно просто. Ну, вот Анастасия в перерыве пояснила, что вот тот песок, да, о котором мы спрашивали, то есть он, на этот песок потом впоследствии ляжет грунт, на грунт, соответственно, трава. То есть вот на траве уже можно будет раздыхать. И загорать тоже, и пикники устраивать. Что ещё? Мост, да, какой-то запланирован? Да, будет пешеходный мост. Мы специально предусматриваем его такой ширины, чтобы можно было разойтись двумя колясками. То есть это прям важный момент, все дорожки будут для того, чтобы люди могли прогуливаться. Прошу учесть, что коляски бывают из двоих детей. Нет, тут уж даже придётся реверсивное движение. Разъезжаться, то есть я думаю, что это всё решаемо. Вот. Значит, кроме моста будут дорожки из... Брусчатки. Брусчатки, да. Всё будет засеяно травой, будет детская площадка. Это я вам говорю уже про весь проект, то есть это не только в этом году, да. Будет спортивная площадка для кроссфита и занятия спортом. И одним из главных центров притяжения будет некая импровизированная сцена. Но это не сцена в плане, что пусть с неё только выступают. Это некое общественное пространство, где можно проводить различные семинары, занятия йогой. То есть она будет, знаете как, она будет вплотную прилегать к реке, своим передним краем, так называемым. То есть человек выступает, а зрители сидят на противоположном берегу реки. Там будут обустроены такие... Лесенки. Как бы лесенки, да, которые... Я в Вологде видела картинки, в Вологде вот у них на берегу реки это тоже сделано, вот эти деревянные ступенчики, на которых можно сидеть как на скамеечках. Да, да. То есть вот именно такое пространство и будет сделано. То есть сцена, речка и с другой стороны... Зрительный зал. Зрительный зал, да, такой импровизированный. И на этой площадке, я говорю, там можно проводить различные семинары под открытым небом, лекции, какие-то, ну, в общем, любые общественные мероприятия. Слушайте, а в таком случае там ведь, наверное, нужен какой-то выход, подвод вот и техники всей этой, которые необходимы для проведения электричества. Да, да, да. Конечно. И в этом нам содействуют и строительные компании города. Мы вот еще в завершении программы, наверное, там скажем... Мы скажем, да, благодарственные слова. То есть, да, будет и освещение, будет электричество, будет возможность подключения звуковой аппаратуры. То есть в проекте это все предусмотрено. Ну, смотрите, спортивная площадка, да, насколько, на ваш взгляд, она там целесообразна? Потому что частенько бывает, я вижу вот эти спортивные площадки, на которых либо играют дети, либо они вообще мало востребованы. То есть реально люди будут из дома идти заниматься на спортивную площадку? Знаете, я вам расскажу, мы пару лет назад сделали спортивную площадку за морепарком. Там тоже это был наш проект. Площадка... Воркаут. Воркаут площадка. Единственная профессиональная воркаут площадка в городе с профессиональным оборудованием. И я живу недалеко. Я бываю там, ну, не каждый вечер, но, вы знаете, там людей, ну, вся площадка забита людьми. Так что, когда есть качественная, качественная площадка с возможностью тренировки одновременно многих людей, они пользуются спросом. Мы это видим прямо вот, можете, условно говоря, в любой вечер пойти и посмотреть, сколько людей там находится. Ага, ну, то есть, чтобы понятно было, да, вот есть вот эти вот площадки спортивные, которые повсеместно там в свое время устанавливали... По проекту. По проекту, да. Нацпроект был какой-то или там что такое. Это что-то другое, да? Да, это совершенно другое. То есть те площадки, ну, классно, что они есть, при этом они, ну, такие, как бы, там, для пенсионеров, скажем так, чтобы что-то там подразмяться. У нас концепция площадки другая, то есть для активного молодежного спорта. То есть это будет профессиональная тоже площадка спортивная? Да. Профессиональная. Я просто смотрю в описании проекта, как раз ВКонтакте, да, у вас написано о том, что в парке будет возможность для отдыха и для занятий велосипедистов, роллеров и любителей побегать. То есть там достаточная территория для того, чтобы люди, которые любят здоровый образ жизни, могли им заниматься. Там очень большая территория. Единственное, что там сейчас растут вот эти всякие кустарники, деревья, которые у нас еще просто руки до них не дошли. То есть вот в эти выходные, ну, повторюсь, проходил субботник. Мы как раз прибирались на одном из участков, который сейчас пока вот такой заброшенный. Мы хотя бы просто навели там порядок. Там очень много места. Очень много места. Просто его сейчас не видно, потому что оно все заросло кустарником, травой с человеческим ростом и так далее. На самом деле, просто пустующее место практически там в жилом районе, в центре города. Не было опасений, что на эту территорию после того, как вы приведете ее в порядок, кто-то покусится? Есть какие-то там документально подтвержденные, подписанные бумажки, что вот это сквер и здесь он всегда останется? На чьем балансе он, кстати, окажется? Ну, по нашему опыту, да, мы всегда передаем все, что строим, теруправлению. Да, мы всегда передаем это теруправлению. Ну, вы знаете, бумажки нет никакой там, что вот все здесь точно будет парк, потому что, ну, там, не хочется сейчас о грустном, ну, все знаете, там сейчас в рамках данных, в рамках уголовных дел сейчас все эти там раскручиваются вопросы, да, если посмотреть там на несколько лет назад, мы понимаем, что территорию любого парка могли взять и построить там дом. Ну, надеемся, что сейчас это не повторится, я очень верю, что уроки были извлечены нашими там руководящими органами, да, и сейчас такого не повторится. Ну, на момент, когда вы заходили на эту территорию, территория была свободна от застройки, это была муниципальная территория, она остается муниципальной территорией. Все верно. Вопрос финансовой отчетности, да, когда людей просят на что-то скинуться, то есть всегда возникает вопрос, как я могу быть уверен, да, куда эти деньги тратятся, что они пойдут там в нужное русло, эту работу как ведете? Работа ведется, так сказать, пока... Ну, пока не очень много потратили, пока... Да, поэтому, да, пока сильно нечего освещать, но в дальнейшем планируется именно в группе это освещать в определенной теме, то есть на что потрачено, какая сумма, вот, то есть, есть все документы, чеки, все это, как бы, есть на руках. Все сохраняется, это все будет потом сканироваться и, вероятно, в группу выкладываться, да, что можно посмотреть отчет о... О расходованных, да, за расходованных. Да, конечно, видите, просто пока, допустим, ну, так, экскаватор предоставлен, да, он, то есть, он не оплачивался живыми деньгами, то есть, человек явился вкладом таким образом, вот. А вообще мы сотрудничаем с общественной организацией «Лучший город», то есть, на... Через счет этой общественной организации, в том числе, можно сделать вклад, вот, и, естественно, там все, строгая отчетность, что куда потрачено, сколько и на что. Еще какие способы есть помочь проекту? То есть, либо через расчетный счет, вот, лучшего города общественной организации, либо, опять же, в группе ВКонтакте есть номера банковских карт, куда можно перечислять деньги. То есть, отчет о перечислениях тоже выкладывается в группе с благодарностями, кто перечислит. Ну, одна из карт, я насколько понимаю, это Анастасия, да, а вторая, по-моему, еще кого-то из ваших участников. Андрей Шилаков, да, это из второй команды, тоже бухгалтер. Тоже человек, который отвечает за финансы. Да. Раз уж мы заговорили о сотрудничестве, давайте все-таки, у нас не так много времени остается до конца эфира, скажем спасибо тем организациям. Ну, людей мы вряд ли, конечно, всех пофамильно перечислим. Я видела у вас большой список в группе ВКонтакте. А вот тем организациям крупным, которые включились, мне кажется, что... Планируют включиться, да, возможно, еще. Это очень важно, потому что, посмотрев на их пример, могут подключиться и другие. Ну, многие компании, да, уже действительно явились огромным вкладом, там, и деньгами, и материалами. Это компания «Железно». Строительная. Да, строительная компания «Железно», да. То есть огромный... Спецзастройщик «Железно», как они про себя говорят, да, да, да. Вятский станкостроительный завод тоже там огромным вкладом явился. Вот. Кировский кирпичный завод... Планируют. Планируют, да. Они нам пообещали. Ну, вот, смотрите, да, вот такие крупные компании, они помогают непосредственно деньгами или, не знаю, там, кирпичи, кирпичами. Да, по-разному. И материалами тоже. И материалами, да? Да. Сегодня вот планируются переговоры с администрацией торгового центра «Макси» как раз, которые непосредственно там, то есть для них тоже это важно. Вот, они тоже хотят выделить определенную сумму. А они сами выходят вообще вот такие крупные компании? Нет. Или это, возможно, по прошлым проектам, по каким-то... Кто-то с вами уже работал где-то. Мы, как инициативная группа, да, сами занимаемся вот вовлечением каких-то компаний в то, чтобы они были вкладом в развитие города, вот в развитие территории. Ну, большая часть средств, и это важно сказать, все-таки собрано от физлиц, просто от людей, от неравнодушных, которым... Вы знаете, там, люди даже живут в другом районе совершенно, да, и они все равно даже в других городах. В других странах даже нам перечисляют, серьезно. Нам перечисляют деньги, люди хотят быть вкладом в какие-то, ну, полезные, честные и добрые дела. Ну, это отличная практика. Ну, это интересно, да, вот, соотношение, что в пользу физлиц обычно бывает такое, что, скажем, условно, собрана какая-нибудь сумма, да, миллион, и из этого миллиона 800 тысяч, это вот кто-то вот один так... Какая-то большая компания, ты говоришь, на самом деле, это вот, может быть, российская особенность в западных странах, я, насколько понимаю, там, в Соединенных Штатах. Там как раз крупные благотворительные фонды, они говорят, что 80-90% тех средств, которые мы аккумулируем, это пожертвования обычных граждан. То есть у них там принято, что каждая семья выбирает для себя 1, 2, 3 благотворительных фонда или каких-то общественных фондов, общественных организаций, и просто небольшую совершенно, там, копеечку, какую-то денежку, но на постоянной основе куда-то отчисляет. И для них это точно такая же расходная статья, как, там, страховка, не знаю, оплата коммунальных услуг, то есть это просто вот на постоянной основе, это нормально. Часто приходится сталкиваться с отказами, когда выходите вот на крупные какие-то организации? Да. Тут, наверное, в связи с коронавирусом, скорее всего, отказы были. Ну да, многие говорили, что, слушайте, мы с удовольствием... Но позже, да. Но позже сейчас, там, сложные времена. Ну, при этом люди с удовольствием дают. У нас минута остаётся до эфира, и я бы всё-таки хотела, чтобы мы зафиналили эфир, вернувшись к вашему названию, Уткин парк. Что будет для уток сделано? Сход в реку. То есть всё началось с уточек, действительно, то есть мы знали, что там живут утки, и, ну, конечно, это не для уток делается, для людей, при этом мы делаем там действительно для уток, там будут и домики для уток, и удобный спуск к воде и прочее, чтобы они там жили, плавали и радовали гостей парка. Спасибо большое нашим гостям. Лев Бакштаев, представитель Центра развития «Источник успеха», Евгений Головизин, координатор общественного проекта «Уткин парк», Анастасия Миланина, бухгалтер проекта. Мы вам желаем, ну, вот, удачи, да, больше единомышленников. И кировчан всех, конечно, призываем не быть равнодушными, включаться в общественные проекты в любом совершенно качестве. Дневной разворот на этом завершается. Мы с Дарьей прощаемся. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok